всем привет рада вас видеть на новом уроке сегодня мы рисуем рыжего новогоднего котенка в шапочке и с подарком у нас рыжий экзот котенок с пушистым хвостиком по материалам я буду использовать бумагу пастель мат абразивный у меня на таком средне коричневом оттеночки также нам понадобятся мелкие в основном холодных цветов для фона также несколько красных я положила потом возможно рыженькие посмотрим для общего заполнения котика и конечно карандаш и для прорисовки намечать я буду с темно-коричневым карандашом давайте сначала найдем композицию я намечаю самую верхнюю точку где будет заканчиваться котик линию такой провожу и также снизу обозначаю где будет хвостик соответственно и теперь мы намечаем общую композицию сначала округлой такой формой показываю голову можно примерно ему обозначить шапочку как она пойдет по голове посмотрим может быть и будет чуть крупнее да но мы учитываем что у нас хвост достаточно длинный да то есть хвост он очень протяженный он занимает достаточно много места поэтому вы и листик тоже можете брать вот такой вот вытянутый у меня это получается 30 на 30 на 20 примерно вот такой формат то есть он еще более вытянутый чем а4 будем фокусироваться конечно на красоте и пушистости нашего котенка прорисуем подарок и шапочку но и постараемся сделать его в принципе довольно таким натуралистичным это будет как замечательная открыточка на новый год рождество ну и принципе будет интересно вот так попробовать прорисовать его шерстку мы сделаем довольно плавный фон здесь какое-то одеялко такой у него есть или пледик мы все-таки нарисуем это в общих чертах ну что примерно вот такая композиция готова давайте будем уточнять я буду начинать с хвостика потому что форма достаточно большая и несложная а под него уже будем подстраивать остальное просто уточнять те формы которые уже сделали вы намечаете довольно легко я стараюсь все-таки чтобы линия моя была заметна и чтобы она такая довольно четкая толстенькая было мы видим что примерно на одном уровне заканчиваются лапка и хвост если справа досмотреть по вертикали дальше у нас поднимается наверх здесь небольшая часть спинки потом мы видим что поворачивается лапка будем сейчас смотреть с вами по пропорциям можно кстати наметить квадрат вот этого подарку тоже нам будет помогать если от лапки мы с вами рассматриваем да то они ну практически такую одну линию диагональную представляю то есть идут в одном направлении вот такой вот квадратик делаем по сути это кубик до по построению по размеру давайте смотреть будет чуть чуть побольше подарок ширину можно сравнить примерно с шириной хвоста все таки то есть будет он более вот такой вот крупный подарок ну и понятно здесь плюс минус 90 градусов до стараемся чтобы уголок был вот такой вот квадратик сделали дальше мы добавляем боковые линии диагональные да как он представляет собой губ до линии будут чуть-чуть вот так вот сокращаться и делаем для него в толщинку толщина она не очень большая такая довольно плоская коробочка хорошо вот такую коробочку мы сделали может быть она чуть больше чуть меньше чем на референс и да это не сильно для нас принципиально главное чтобы она ровная получилось и давайте сразу мы тогда сделаем разметку из ленты и добавим сюда ему бантик бантик у нас красивый красный яркий состоит он такой из четырех основных частей бантик сделали теперь можно положить лапку на подарок лапку у нас довольно крупная такая кругленькая она все равно у нас идет такая горизонтальная доходит до серединке примерно потом она опускается вниз ну а ниже мы уже сильно не видим как там идет форма потому что начинается пушистая шерстка что мы видим слева да здесь тоже у нас идет шерсть и мы видим также часть лапки которые находятся слева сейчас у нас получается немножко такой необычный до способ построения и поиска композиции потому что идем снизу вверх но тут самое главное чтобы одну форму какую-то мы выстроили с вами плюс-минус правильно и к ней уже можем подстраивать все остальное просто сравнивать их между собой да что идет дальше здесь мы видим вот такой вот пум пончик по размеру он будет сопоставим если бы он находился здесь где лапка да где передняя лапа находится такой достаточно крупный от него мы видим что идет наверх шапочка в правую сторону и она но тоже почти на уровне с ногой с задней лапкой и с хвостом может быть чуть чуть раньше она заканчивается но шапочку тоже плюс-минус можно пододвигать она все-таки может немножечко как-то варьироваться по размеру и так далее так что мы дальше с вами наблюдаем сейчас нужно обозначить где идет зона шерсти на шее и где дальше идет мордочка давайте будем находить мордочку ее серединка то есть такая вот ось по которой проходит носик рот и так далее будем ее искать и смотрите идет у нас вот такая выпирающая зона на лапке и примерно на ее уровне наверх идет осевая линия ну то есть серединка нашей мордочки где как раз будет будут находиться у нас вот такие смешные щеки здесь будет носик пока что тоже очень легко намечаю показываем теневые зоны так и будем все это совмещает с вами как раз тут идет наша прекрасная шапка по размеру да давайте смотреть по размеру мордочки сейчас ее чуть-чуть мы будем уменьшать чем нам это можно сравнить да скажем вот у нас есть высота вот этой коробочки да где подарок голова у нас будет примерно столько же место занимать плюс-минус до чтобы она не была у нас очень большая или наоборот очень маленькая как раз у нас сюда помещается ушка что касается ободка белого у шапки он ну чуть-чуть повыше ушка до идет вот этот уголок это по сути наша самая высокая точка дальше чуть-чуть опускаемся и получается у нас вот такая вот шапка ей можно складочки нарисовать и все теперь уже можно вплотную мордочкой заняться по нашим глазкам дам глаза у экзотов они находятся очень интересным образом примерно на том же уровне где нос видите такая округлая арочка складочка носа и потом от нее как раз идут карие глаза вот их можно округлыми такими формами сейчас обозначить глаз который находится слева он более приоткрыт до у нашего котика это правый глазик так вот такой вот он глазастый получается что еще по мордочке можем сказать сейчас о себе чуть-чуть буду приближать и проверим уже достаточно если вы на одном уровне сделали принципе посередине мордочки то глаза и нос будут похожи и будет такая схожесть именно с котами экзотической породы можно сделать разметку из полосочек на лбу сделать носик более таким ярким глаза у нас до округлый но все равно мы видим что внешние уголки они такие чуть-чуть подняты а книзу формы становится более круглой среднего размера у нас зрачки такие скорее чуть-чуть увеличенные тоже будет интересно нам порисовать и можем сейчас сделать подробнее немножко носе конечно тут небольшой получится но тем не менее дает он представляет собой прямую линию тут пойдут ноздри и потом он сужается к низу вот таким треугольничком дальше продлеваем линию идет зона рта ротик тоже у нас интересный такой как будто вниз направлен сюда добавляем наши щечки прямо так вот вниз они свисают и можно чтобы нам было попроще уже потом работать светом добавляем самые темные полосочки складочки которые там идут давайте нижнюю часть ротика я сейчас доделаю покажу вот здесь белые участки такие пушистенькие на шее и можно ушко будет чуть-чуть тоже уточнить мы видим что шерстка такая выходит наверх рядом с ушком ухо начинается примерно посередине глазика то есть где-то где зрачок плюс-минус ухо у нас округлое по форме есть кисточки также красивые и теперь можно уже добавить окончательную пушистость нашему коту для такого плана зарисовки нам достаточно вот такого предварительного рисунка можно по мелочам уточнить где-то да посмотрите шерсть заходит на пум пончик или бумбончик не знаю как правильно да можно и так и так наверное ручку уточнили здесь тоже пушистость идет здесь шерстка будет поворачивать вправо и что касается лапки задние и хвостика до хвост понятно такой пушистый в разные стороны торчит ой ну что по-моему отлично да отлично мы нарисовали интересно посмотрите что лапка которая слева она прям такая в расфокусе мы тоже мягко сделаем будет здорово выглядеть по каким-то основным складочкам примерно я вот так намечу чтобы он более устойчиво сидел можно уголок уточнить у подарка и мы видим что видно также задняя лапа да вот она ниже подарка такие подушечки задние лапы мы с вами наблюдаем тоже очень мило можно добавить пару таких складочек чуть чуть можно поярче хвост и мы можем уже начинать цвете наш рисунок давайте мы начнем работать с цветом с фона мне понадобятся синие и голубые оттеночки вы можете использовать как и более яркие например вот такие да то есть прям насыщенный голубой мы можем взять тем более он есть правой стороны с правой стороны у нас вообще более светлая зона что касается фона да и кота тоже поэтому сюда мелок мы можем наносить поярче и может быть оставим немножко цвет бумаги я посмотрю вы тоже можете зависимости от вашего оттеночка бумаги решить нужно ли вам полностью заполнять или все-таки вы оставить ну вот такой вот рамочку небольшую из бумаги мы доходим светом где-то до серединки дальше особо не идем вот так чтобы мы поработали сначала с верхней частью а потом уже уходили вниз то же самое можно сделать с левой стороны шапочки что касается ушка может быть чуть-чуть его так вот обрежу капельку пониже сделаем чуть-чуть мы будем наносить разные оттенки синего и голубого а потом уже будем растушевывать синий с левой стороны я возьму более ярким более таким насыщенным можно даже парочку разных оттенков здесь перемешать рядом с котиком сделаю цвет более приглушенным и вот так вот подбираюсь нашим волоскам здесь будет идти тень слева потом мы сделаем эффект свечения и вот такие вот как небольшие размытости дам уже с беленьким идем ниже еще добавлю вот такой у меня более плотный оттенок синего более темный где-то он хорош будет в тени так чуть-чуть можно потемнее еще рядом с фотиком может быть чуть-чуть давайте яркого синего справа потому что все равно со светлым цветом мы будем добавлять такое свечение теперь возьмем растушевку можно взять какую-то среднюю можно взять в принципе и поменьше если у вас меньшего масштаба изображения я возьму давайте пока более маленькую с ее помощью я растушую участки которые в тени находится сначала вот так вот распределяю прям вот так вот смело раскатываем синие и голубые оттеночки вместе должно получиться у нас довольно ярко по цвету так можно теперь взять растушевку побольше и и уже более такими круглыми движениями в разные стороны еще немножко распределяем если вы используете абразивную бумагу тот слой должен быть чуть больше если бумагу вас обычная классическая пастельная то тогда слой может быть немножко меньше растушевываю наверно пока оставим рамочку мне нравится что он такой вот интересный немножко неоднородный фон получается что касается светлых участков можем взять либо белый либо можно взять светло-голубой мелочек и с ним добавляем вот такие вот пятнышки я пока что возьму светло-голубой потому что думаю что с белым может быть слишком слишком вот так вот дробно где-то на фоне тенят тоже легко наношу на там и постараемся посильнее растушевать чтобы в тени не было слишком таких ярких оттеночков так распределяю размешивая чтобы такая мягкость у нас получилась и чуть-чуть еще справа можно парочку каких-то самых самых ярких добавить светящихся элементов так ну что отлично пока что можем вот таким образом у фон оставить давайте сейчас сделаем котика а потом будем делать уже шапочку что касается нашего кота возьмем коричневый оттенок карандаша посмотрите чтобы он был достаточно такой насыщенный по цвету но все равно довольно темный и с ним мы сделаем основные контуры и легко наметим кисточки сейчас будем самые такие плотные темные участки показывать где они идут чуть-чуть сейчас смотрю может быть глазик вот так вот приподниму там видите такой из темный контур как бы вокруг глазика я его добавлю потому что чуть-чуть у меня такой высокий лоб получился у него поэтому капельки глазки я приподнимаю добавляю момента где идут темные полосочки даже скорее мы дублируем их еще раз дальше мы возьмем мелок и заполним весь участок мордочки с таким рыжеватым оттенком и потом уже сделаем более подробную прорисовку собственно шерсти по оранжевым оттенкам какие мы можем использовать если у вас достаточно яркий цвет милка да вы его можете использовать на бумаге какой-то неяркой например вот как у меня такая коричневатый как пример самый простой такой оранжевый прям рыжий-рыжий мелок у меня это vista артиста часто бывает что я специально использую такие яркие мелочки наношу их не так много дальше я хорошенько растушевываю и у меня получается такая подложка достаточно насыщенная по цвету сначала может казаться что цвет слишком яркий но после того как он перемешивается с оттенком бумаги он становится более нейтрально и здесь удобно что у мелко острая форма и можно подобраться каким-то самым таким тоненьким незначительным участком небольшим вокруг глазиков вот так вот добавляю тоже снизу все те зоны где у нас есть рыжий оттенок у нас конечно а цвет котика он больше уходит такой желтенький все-таки при таком освещении нам более золотистый но подложка сейчас она будет такая поярче сейчас прям такой супер оранжевый кот получился и теперь с растушевкой не оранжевый распределяю он где-то перемешивается с цветом моей бумаги где-то перемешивается с карандашиком и он уже получается не такой насыщенный он становится более темный на более такой нейтральный по цвету тем более учитываем с вами факт что может он где-то объединиться с синими голубыми тогда он станет еще более плотный вот такая вот первая подложка готова плюс вы можете заходить немножко на светлые участки на мордочке там где щечки подбородок можете и чуть-чуть заходить на шапку потому что мы ее не нарисовали да еще с вами так хорошо просто чтобы мы определили с вами где будут более светлые зоны где более темные то же самое мы можем сделать и с участками на щеках они более светлые туда добавляют светло-желтый также на подбородочек тоже его выделяем для того чтобы у нас уже определились более светлые зоны и остались более плотные которые будут рыжие так добавили можно снова взять растушевочку и размешать уже светленькие области то есть первый такой подготовительный слой готов когда появляется первый тон то потом становится уже легче на прорисовывать все остальное теперь я возьму розовый карандашик довольно светлый мы заполним участок ушка сверху и слева там такой довольно яркий до розовый оттенок чуть-чуть пальчиком растушую вот так вот смягчу а теперь можно взять коричневый более яркий карандаш или яркий мелок у меня есть довольно насыщенный по цвету это тоже виста артиста из обычного набора 12 цветов не все цвета у них прям супер удачные но какие то есть очень приятные такие интересные том числе вот этот коричневый потому что он видите и немного как бы с красным немножко с оранжевым но все равно он довольно плотный с ним я заполню тени те участки которые будут более вот такими наполненными цветом и те которые мы уже сделали наметили с карандашиком понятно что не сможет слишком тонко так прорисовать как карандашик но зато у нас полосы они будут более яркие но и такие более широкие все таки чуть-чуть щечки можно с ним обронить снизу его уже не так много да где-то вот чуть-чуть с правой стороны и здесь по рисунку да давайте смотреть с правой стороны идет щечка вокруг нее коричневый контур и потом виде такой галочки уходит вниз и дальше у нас добавляется еще один такой коричневый контур который потом вверх поднимается и идет где-то вот к шапочке вот сюда так можно на носике чуть-чуть коричневого и легко легко пальчиком я вот так вот буду смягчать чуть-чуть растушевывать ну вот уже он становится более таким объемным да и более похожим по цвету будет здорово если мы будем идти с вами от темного к светлому в пастели это довольно удобно по темным участкам также с коричневым карандашом либо можно мелком я добавляю тень в серединку это для того чтобы потом более ярко выглядели светлые участки и то же самое делаю с левой стороны у меня уже есть довольно яркая подложка с коричневым мелочком поэтому с карандашом я могу только уточнить какие-то зоны задать где-то больше направления и цвет сделать тоже вот таким более глубоким более плотным и потом у нас с темным мы все сделаем и пойдем уже на светлой области а также будет неплохо если мы сразу сделаем контур для шапочки потому что от нее идет тень да и мы вот это тоже прорисуем можно сделать затемнение по глазкам такое предварительное приблизительное и то же самое на носике вот ту самую арочку коричневую и показываем как она идет так видим даже на носике есть еще одно затемнение ниже как такое вот пятнышко тоже округлое пока очень конкретно глаза мы не делаем и только их вот находим по форме обрамляем чтобы показать где идет этот участок уводим складочки вниз и можно будет примерно наметить точечки те участки откуда будут у нас расти усы ну что вот такой вот котик у нас уже получается пока что довольно темненький а дальше можно будет его осветлять предлагаю перейти на более яркий оранжевый оттенок у меня это faber кастов 109 оттенки он такой немножко золотистый уходящий он не совсем ярко-рыжий немножечко с таким с желтым подтоном и мы смотрим на каких зонах у нас он находится и то есть сразу всю эту область где мне нужно да на мордочке я добавляю уже рыжие оттенки я стараюсь придерживаться направление роста шерсти сейчас у нас идут слои которые останутся и будут заметны поэтому мы вот так вот причесываем нашего котика по форме где-то мы выходим с вами за краям выходим на фон добавляем пушистости потому что код у нас все-таки очень пушистый также рядом с глазками где-то побольше оранжевого и плюс этот цвет он может какие-то зоны корректировать например если на каких-то участках у вас больше коричневого чем нужно тоже можно туда оранжевый добавить это самый такой относительно простой способ когда мы можем постепенно работать с разными оттеночками и вот на выбранную область на мордочку в нашем случае мы добавляем такими относительно небольшими штришками тоненькими оставлю обязательно оставляю между ними перерывчики чтобы было заметно да что они довольно светлые заполняем также лобик смотрю на каких участках у меня недостаточно оранжевого и какие-то из темных я тоже могу так вот чуть-чуть перекрыть после оранжевого добавляем более светлый это меня тоже faber у него 102 оттеночек и с ним я уже делаю более светлой зоны особенно те мы видим которые на ушках на ушки идет достаточно светлый контур и вот так вот мы можем по сути все ушко обвести довольно ярко подсветить его и уже начать делать небольшую прорисовочку показывая волоски это же мы помним что обязательно должно быть расстояние между штрихами чтобы светлые участки были заметны и постепенно вот так перехожу вниз смотрю где у меня недостаточно светлых зон карандашик тут лучше всего остро заточить чтобы он работал тоненько что касается дальнейшей до работы возможно что после светло-желтого нам понадобится где-то беленький даже на рыжих участках чтобы немного подсветить зоны ну а где-то возможно нам будут нужны наоборот затемнение это будет уже более такая мелкая доработка сейчас все равно основную такую форму и в плане пушистости мы тоже сделаем направление посмотрите что там где лобик там волоски они идут довольно прямо по краям соответственно уходя в правую и в левую сторону они будут поворачивать посерединке же они идут меньше на лобике да они более аккуратные и мы соответственно их делаем тоже более тоненькими такими небольшими штрихами также над нашими глазками сейчас мы можем их форму как раз со светло-желтым скорректировать мы видим что есть такой как будто бы светлый контур до который идет сверху над ними с правой стороны также у глазика я показываю как над верхним веком идет светлый участок шерсти и вот так вот вниз на как будто уходит полосочка можно добавить легкий контур по низу у глазиков и немножечко можно еще перейти на носик на носу у нас будут самые короткие самые такие маленькие волоски также под глазами достаточно яркую светлую область мы там наблюдаем поэтому сделали светлые зоны и от них влево слева соответственно право в правую сторону мы выводим более длинные такие волоски темные зоны я оставляю на них захожу прям совсем с небольшим количеством светло-желтого так выходим немножко на фон какие-то самые самые такие длинные волоски мы показываем на участке шеи мы видим что они становятся конечно более длинными и соответственно более такими волнистыми кудрявыми по форме снова подхожу к носику тут тоже они будут мельче и уже смотрят вниз соответственно то же самое мы можем сделать щеками между вот этими темными расстояниями где точечки откуда растут усы мы добавляем светлые зоны для объема остается нам доработать правую сторону то же самое под глазиком более светлый участок и добавляем ниже тоже пушистости какие-то из них волоски могут даже чуть-чуть выходить уже на шапочку дальше у нас участок шеи и тут со светло-желотом можно будет попасть даже где-то на белые волоски потому что белый все равно будет эти области осветлять можем показать что вот здесь под подбородком у нас идет светлая зона они же они опять продолжаются вот такие вот рыженькие и более длинные там где волоски более протяженные вот на шее например уже где участок грудки идет там более живая такая линия а мы видим что к завершением вот эти прядки они становятся более светлыми поэтому туда добавляем уже побольше светло-желтого вот такой вот ребенок у нас уже получается предлагаю добавить розовый на участок носа рта и немножко на области наших глазиков мы там тоже видим что слизистая она довольно светлая поэтому я ее сначала подчеркнул розовым а потом добавлю даже туда белого чтобы сделать ее прям светленькой довольно и получается вот так вот по контуру глазиков проходимся темно мы еще будем работать до в той зоне то же самое с носиком носик у нас прям такой довольно яркий может быть поэтому рисуем полосочку дальше добавляем крылья носа вниз нос вообще очень небольшой да у экзотов дальше уводим линию ниже и вот здесь замыкаем таким треугольничком он должен получиться очень аккуратным на таким маленьким прям чтобы сделать его поярче чуть-чуть посветлее мы можем взять белый подсветить особенно сверху мы видим блик также по серединке ну и по бокам тоже чуть-чуть вот такую точечно делаем несколько осветлений сразу он становится более яркий дальше хочется сделать чуть чуть более подробный такой контур внутри где ноздри аккуратненько добавляем черный я прям такую маленькую точку ставлю и потом увожу ее правую и в левую сторону тем самым подчеркиваю носик он такой конечно довольно миниатюрный получается но мы вот стараемся точечно передать его форму также с черным мы можем аккуратненько сделать форму наша глаз по контуру то есть уточнить сделать их более темными после черного с белым цветом добавляем его на слизистую в этом где мы работали с розовым получается контуру глазика более ярким становятся они же под этой белой зоной я добавляю коричневый чтобы как бы выделить то вот эту светленькую линию и сверху и снизу добавляю также сейчас смотрю с коричневым что где-то не хватает затемнений до особенно сверху на лобике добавляю коричневый в самые самые такие серединке стараюсь так и также коричневый нам поможет какие-то области сделать еще более четкими когда рядом со светлым цветом будет появляться более плотный вот такой темный то они будут становиться поярче можно под глазиком также да мы видим такие темные полосы их добавили с коричневым сейчас достаточно да что еще где носик мы видим над ним что там побольше света прям над самым-самым носиком давайте туда мы добавим еще чуть-чуть светло-желтого такими точечками аккуратненько как бы подсветим эту зону и с небольшими штрихами я ухожу в правую в левую сторону если цвет там недостаточно яркий можно взять и то же самое сделать с оранжевым добавить как бы оранжевый на вот эти желтенькие участки тоже будет смотреться очень хорошо наиболее ярко так ну что эти моментики мы сделали давайте сейчас мы с белым подсветим некоторые области там где идет шерсть не все только самые самые такие яркие зоны у меня один из самых ярких белых вот такой белый уголь от кохинора он получается с номером 3 здесь у меня кот уже его погрыз они прям действительно очень пигментированы очень яркие и хорошо работают даже по такому ну довольно большому слою да поэтому цвет получается насыщенный с этим белым можем также проработать щечки потому что там цвета не хватает а мы помните делали там желтую подложку вот сейчас туда добавим белого и белый будет с желтеньким как бы объединяться ставим совсем небольшие шерстинки а мы помним также что у нас выше идет оранжевый поэтому там белого мы добавляем уже не так много сразу можно кстати добавить белый на подбородок и давайте мы сюда добавим тоже розовый прямо так вот ярко-ярко после розового можно будет как раз делать белый блик и поработать с белым цветом на подбородочке я оставляю темные линии между подбородком и щечками ну чтобы эти зоны не терялись уводим вот так вот пушистость вниз дальше мы шею проработаем сейчас доделаем участки на лице и потом уже снизу тоже сможем добавить белого сейчас нам важно также выделить носик чтобы он стал более четким и более ярким вот так вот проходимся по каждой из полосочек придерживаемся направления роста шерсти снизу где щечка становится темнее чуть-чуть пропускаем и только под ней мы уже снова добавляем более яркий белый пушистенько вот так штрихуем в разные стороны тут шерсть уже может быть более длинная также справа подбородок более подсвечен да он более такой белый становится выводим белые прядки и вот этот слой белого мы его контролируем сначала наносим его поменьше и чем дальше тем больше и больше мы наносим уже белого уходим налево и смотрим где здесь у нас тоже есть недостающие светлой области ну и проверяйте конечно чтобы щечки они были одинаковые по размеру чтобы не получилось что одна у нас больше совсем да как-то другая поменьше добавляем свет с левой стороны и можно чтобы они стали по насыщеннее под ними добавить какой-то коричневый либо например терракотовый у меня вот такой брензил 24 мы видим с вами что с левой стороны более четкий контур до между белым и оранжевым поэтому чуть-чуть вот такого рыженького сюда добавим выделим вот так вот светлые участки он немножечко так конечно уходит в красноватый но в принципе нам подходит и он ярко смотрится можно с ним какие-то полосочки плюс проработать так чуть-чуть на боковые зоны и думаю мы можем с вами сделать уже участки глаз соответственно давайте только с белым самые последние где-то яркие участки посередине чтобы больше выделить фронтальную зону потому что она будет самая такая насыщенная самая яркая по краям можете даже чуть-чуть у так вот пальчиком смягчить капельку совсем растушевать наши глазки сначала мы их покроем таким терракотово-коричневым оттеночком и потом уже будем добавлять цвет более темный где-то по краям и более яркий по серединке я возьму вот такой рыжий терракотовый оттенок с которым мы сейчас делали шорстку покрываю глаз ну кроме где-то серединке до понятное дело там будет зрачок и нужен нам будет еще более насыщенный оранжевый оттенок можно взять тот с которым мы делали шерстку сначала да вот этот оранжевый добавить его в середину между черным и оранжевым оттенком нам нужен какой-то посредник такой карандаш который будет немножко с рыжей бордовом у меня вот такой вот колор который они довольно жесткие карандаши но вот этот цвет он подходит он как раз видите такой теплый коричневый и за счет своей жесткости он довольно тоненький поэтому с ним можно как раз сделать вот такой вот переходик и глаз будет смотреться объемно ну что теперь чтобы котик не выглядел так странно мы добавляем зрачки поэтому берите самый яркий такой четкий насыщенный черный карандаш и будем делать наши зрачки они остренькие немножечко к верху да и к низу расположенным прям практически по серединке нашего глазика сначала вы можете их наметить немножко меньше чтобы найти их размерчик где они находятся и потом вот так вот чуть-чуть уточнить теперь когда зрачки мы уточнили по форме сверху также с темно-коричневым либо с черным добавляем темный контур который мы видим на светлым участком над глазиком чтобы глаза такие прям открыты у нас получились но что касается зрачка выделить его можно и сделать более ярким если добавить светло-желтый оттеночек по краю мы видим что там действительно присутствует такое яркое свечение так ну и в серединку нам остается добавить блик для блика мы возьмем белый мелочек вы можете выбрать тот который будет самый-самый мягкий я попробую выбрать острый угол и попасть прям нужное местечко чтобы у нас получился такой четкий яркий блик прям такую точечку яркую с вами ставим а если нужно будет скорректировать добавить дополнительные блики это можно будет сделать уже с карандашом самое главное чтобы вот этот брик нас получился таким очень плотным и ярким по цвету если ушли куда-то в сторону случайно можно черным карандашом его по форме поправить чтобы блик находился в рамках нашего зрачка ну вот такие у нас яркие красивые глазки получились усы пока что делать не будем давайте перейдем на шапочку если во время работы какие-то еще до моментики захотим с вами добавить тоже можно будет сделать единственный момент можно добавить такой рисунок на радужку небольшой чтобы она более интересным выглядела по фактуре но чуть-чуть таких вот точечек поставить с глазками у нас готова давайте будем делать шапку для шапки можно взять либо карандаш либо мелок форма небольшая поэтому можно взять и карандашик серым цветом я заполню более темные участки соответственно перекрываю так не полностью легко легко а у меня это ставила карандашик 724 чуть-чуть серенького добавили а можно перейти в принципе на мелок у меня есть вот такой вот он светло-серый не совсем белый но то что нам нужно с ним мы будем ставить такие точечные движения вы можете либо легко это сделать тоже с белым либо со светло-сером просто с мелком у нас сейчас будет более такая похожая фактура потому что мелок будет давать более толстенькие штрихи а мы видим что пушистость на шапке она прям вот из таких вот толстых ворсиночек состоит они как бы такие объединенные в группе можно сказать и и вот такими точечными движениями оставляя обязательно сейчас темные промежуточки мы заполняем белый контур белую вот такую вот как сказать обрамление наши шапки до внизу форма чуть-чуть поворачивает поэтому влево слегка так у смещаю штришочки первый слой сделали можно его чуть чуть вот так растушевывать смягчить чтобы она мягкая получилась соответственно то же самое делаем с бомбончиком на него я тоже добавляю белый и он должен быть конечно светлее чем пушистые волоски рядом с ним рыжего оттенка закрашиваем здесь бомбончик так его пока что можно не растушевывать дальше мы можем взять либо белый карандашик можно белый мелочек посмотрите как будет вам удобно у меня белый карандаш довольно яркий поэтому я могу с ним поработать больше яркого белого добавляю ближе к мордочке там побольше света все-таки ну и понятно снизу до снизу шапочка будет выглядеть белее прям вот так вот хаотично ввожу карандашом чтобы у меня получался пушистый эффект шапки чуть-чуть растушевываю снизу это для того чтобы было больше света и потом добавляю сюда еще один слой белого депут пум пончик идет туда еще больше белого по краешку и тоже следим за формой вот такой вот пушистенький он получается осталось нам сделать красную шапку беру красный мелок сначала я аккуратно заполню эту форму мелочком он у меня прям супер-супер мягкий даже ведь это крошится но он хорошо подходит по цвету довольно насыщенный с ним заполняю всю шапку дальше с растушевочной палочки будем его растушевывать и добавим уже карандашик вот так вот заполнили с красным карандашиком мы сможем сделать более детальную такую проработку и обязательно края шапки тоже сделать более пушистыми то есть корректировать ее чуть-чуть обязательно в такую сторону где идет силуэт ведем штришочки заполняем участки фона что касается темного цвета можно взять какой-то коричневый либо можно взять бордовый оттеночек давайте коричневый возьмем и будем делать темные складочки снизу и под беленьким участком из-за стены так чуть-чуть можно растушевать и теперь добавим более яркие области можно взять красный который будет более интенсивный либо можно добавить даже какой-то оранжевый например чтобы прямо на светилась и была такой прям яркой яркой насыщенный по цвету у меня есть вот такой ярко-оранжевый мелочек от малевич он видите правда поломался но цвет все равно довольно яркий наношу на серединку на те зоны где у нас больше света ну и соответственно ведем тоже такими штрихами вот такая пушистая шапка получилась осталось только с помощью белого вернуть немного пушистости ободочку главное очень не цеплять красный цвет до чтобы она не стала у нас розовая эта зона так ну что мне кажется достаточно вот такой пушистости можно конечно чуть-чуть беленького где-то и на совсем светлой области на шапке но это не обязательно так подсветили хорошо ну что теперь давайте будем уже идти дальше давайте сделаем теперь серединную часть предлагаю чуть-чуть добавить мелка чтобы нам было удобнее выводить шерсть на фон с одной стороны чуть-чуть добавим голубого можно тоже яркий голубой с другой стороны и его потом перемешаем уже синим ярко-синий добавляю вот такими вот складочками они потом будут мягкие у нас и с более темным цветом делают тень от подарка подбираюсь к лапке затемнение у уголочка так отлично сейчас можно с растушевкой небольшой так это объединить перемешать чуть-чуть где-то в уголочке вот так залезаем размешали пальчиком растушевываем немножко так захожу на подарок на лапку теперь с другой стороны здесь можно тоже чуть-чуть еще так синего в капельку и вот такую вот складочку показали все теперь можем приступить к основной части сделаем примерно до то же самое на рыжие участки добавляю оранжевый мелок тоже совсем легко на участок шерсти сверху и на ту лапку которая у нас идет на подарки можно так вот вертикально примерно показывая направление роста шерсти также где-то вот здесь на животик добавили и оставляю промежуточки там где у меня идут более темные складки чтобы я их не потеряла потом добавили оранжевый дальше можно взять коричневый карандаш либо коричневый мелочек так потеряла где-то наш коричневый который был яркий а вот он но не яркий насыщенный такой темный его добавляю на более плотные зоны сейчас мы его нанесем где темные участки растушуем и у нас уже будет объемчик покажем где более плотные темные зоны где более светлые рядом с хвостиком затемнение делаем сверху чуть-чуть так отлично давайте посмотрим что у нас сейчас будет будет при растушевке получаться перемешиваю вот так оранжевый с коричневым слой не очень плотный до чтобы у нас поместились еще сверху другие слои и будем делать все примерно так же как мы делали это на мордочке где лапка вот это слева до которая в тени можно чуть-чуть туда даже синего где-то добавлять чтобы она более плотная становилась по цвету растушевываем под шапкой вот такой вот сейчас у нас рыжий мягкий участок получился предлагаю сделать подарок для того чтобы уже идти вокруг него до довольно светлый и это будет удобно если сразу мы его выберем цвет я возьму такой светло-бежевый мелок можно будет и бантию показать но про бантик сейчас посмотрим нам главное вот саму коробку обозначить я наверное сначала нанесу мелок и потом с карандашиком я его распределю уже более ровно потому что мелок все равно довольно крупный для коробочки хочется подобраться прям вот вплотную по всем участкам слева также заполняем чуть-чуть можно на ленточку заходить сейчас-то не страшно вот так вот светлую зону мы наметили добавлю немного розового на желтый чтобы более такой похожий оттеночек получился и дальше давайте возьмем белый карандаш вот так вот лишнее убрали с белым карандашиком делаю более четкую форму более ровную особенно где-то в уголочках получается и чуть-чуть осветляю и в то же время перемешиваю вот все ребра нашей коробочки делаю более четкими такими так так чуть-чуть она у меня до неровная ну ладно здесь капельку поднимем немножко растушую смягчу даже чуть-чуть может быть на бантик зайдем не страшно и хочется сделать те да для нее сначала давайте такой нейтральный коричневый возьмем закрасим две боковые поверхности и что у нас будет дальше дальше будет довольно интересно потому что сверху у нас будет зона более с оранжевым наверху у нас то есть больше рыженького да а слева нас идет холодный рефлекс поэтому добавлю туда вот такой голубоватый оттенок прямо на коричневый чтобы он светился совсем чуть-чуть будет достаточно и можно с белым дали бы с каким-то светло-желтым чуть-чуть еще выделить ну вот так вот легко всю нашу коробочку так отлично коробочку мы сделали саму да так по поводу ленты давайте как сделаем сделаем более хитро мы сначала добавим контур с коричневым у лапки какой он будет просто там пойдет довольно яркий красный я хочу все-таки сначала сделать саму лапу ну и лапу и часть тела а потом уже доделать банк вот сюда главное что мы основную форму коробки наметили и этого будет сейчас достаточно по темным участкам пройдемся можно взять темно-коричневый сделаем контур во-первых у лапы смотрим вот что такие пушистые волосинки идут тень можно наметить которая пойдет на подарок на коробочку чуть-чуть все так подрастушевываю и смотрим где еще идут темные зоны тень над подарком добавляю туда такие вот шерстиночки плотные затемняем еще немножко лапку которая слева здесь в тени туда можно кстати еще какой-то рыженькие либо вот такой вот рыжий коричневый добавить ее прорисовать только так довольно нейтрально и потому что ниже видите еще такая пушистая область идет и и сейчас тоже покажем без без какой-то очень сильной прорисовки что еще у нас по теням давайте смотреть мы видим что где лапка найдет под ней тоже тень и вот лапка поворачивает дальше идет пушистый участок который уже где-то под шеей такой треугольничек его добавляем но сейчас просто так вот проверяем себя по линиям идем ниже так и пойдет уже здесь хвост да у него тень такая нижняя лапа над ней тоже плотные участки шерсти сейчас то есть самые самые такие темные места показываем можно обрамить примерно заднюю лапу показываем вот так в какие стороны идет шерсть опять же это будут наши такие самые плотные темные зоны то же самое на лапке такими вертикальными движениями как бы по кругу я показываю где идут самые темные складки это нам поможет когда будем свет добавлять так и то же самое можно сделать на нижней лапе чуть-чуть вот так легко можно смягчить потушевать а и теперь будет у нас все идти по принципу как мы делали наверху с оранжевым оттенком добавляя легкие осветления также соединяем все это с областью мордочки и шеи сейчас оранжевый цвет он не будет прям везде везде заметил да только на каких-то самых плотных зонах но все равно им ведем направлении роста шерсти делаем нее более такой пушистый прорисованный переходим на ножку по краешку справа ведем силуэт и делаем лапку заднюю так отлично ну что самое время добавить осветлений берем снова светло-желтый и тут прорисовываем пряди которые идут от шеи довольно такими длинными до их делаю потом скорее всего чуть-чуть и беленького туда нужно будет добавить но пока что вот желтым идем смотрим где здесь шерсть поворачивать снизу как бы такая как окантовочка да как воротничок такой более светлый поэтому я туда добавляю больше светло-желтого и переходим на лапу делаю ее еще более пушистой и плюс какие-то такие пряди которые торчат в стороны тоже добавляем особенно вот снизу на больше такого свечения так уже более пушистым становится наш код поворачиваем снова возможно чуть-чуть чего-то более еще рыженького захочется добавить чтобы было поярче чуть-чуть на животике видим тоже длинные такие волнистые волоски остается нам зона справа здесь уже спинка такая и совсем такие светлые участки которые наверху нижней лапой идут они какие-то из них практически вот горизонтальный торчат в стороны так ну вот да уже более такой пушистенький котик получается снизу еще добавляем света на белый можно почти не на белый на светло-желтый можно снова чуть-чуть добавить оранжевого сгладить эту форму мы чтобы где-то было поярче даже объединить можно светло-желтый здесь коричневым особенно где-то в тенях да где они совсем таки плотные получились вот туда хочется больше оранжевого добавить так чуть-чуть еще яркости и будем уже с еще более светлым работать теперь можно взять белый белый обязательно будет нужен на участках шеи мы видим там прядки очень такие светлые идут особенно на окончаниях так вот несколько прядок выделили идем теперь правее тоже добавляем здесь поворотик и как бы вот такой блеск создаем серединке чуть-чуть подштриховываем в сильно какой-то белый стараемся не уходить да но все равно чтобы свет был заметен и теперь мы делаем очень такой пушистую и аккуратненькую прорисовку на лапке сейчас предлагаю немножечко даже где-то более светлый чем нужно уйти потому что потом на вот эти яркие осветленные зоны мы сможем снова чуть-чуть добавить оранжевого таким образом у нас эти участки будут и светлые и в то же время яркие плюс у нас получится такой вибрирующий цвет который будет разные по насыщенности да и разные по оттеночку так теперь на животике чуть-чуть на самом деле по по всем зонам идем как бы делаем более такой подробное прорисованное изображение чем у нас будет больше слоев шерсти тем соответственно код будет пушистее смотреться прям вот в разные в разные стороны стараемся и где-то участок у хвоста можно еще сделать посветлее получается сейчас мы работаем именно с тоном осветляем нужные нам зоны какие-то из них мы оставим прям где-то с беленьким на какие-то добавим больше оранжевого и тут может либо быть прям совсем вот такой вот яркий оранжевый либо он может больше уходить в желтый как вот предыдущий то есть видите что получается на примере вот задние лапки оранжевый чуть-чуть смягчает белый и в то же время снова добавляет нам вот эту яркость и получается как будто у нас несколько здесь оттеночков несколько цветов мы добавили прямо совсем светлое окончание лапки я оставляю она зоны посередине я добавила оранжевый чуть-чуть смягчили тени и по желанию можно добавить какой-то поактивнее да например более уходящий в красноватый оттеночек тоже будет хорошо смотреться и если тени слишком коричневые получились можно на них тоже вот так вот побольше яркости и конечно же чтобы сама лапка передняя до которая лежит на подарке чтобы она смотрелась более плотный более темный чем сама коробочка но в то же время она и должна у нас оставаться яркой лапка которая вдалеке с левой стороны еще там чуть-чуть можно света чтобы она совсем такая не была не четкая так отлично немножко такого таракотового я добавлю на воротничок сюда чуть чуть более плавный зону сделаю заодно так ну что отлично смотрится хорошо из последнего можно еще немножечко где-то со светло-желтым подсветить и пойдем уже дальше забыли кстати сделать вот здесь заднюю лапку которая под подарком видно давайте на нее тоже такой рыжеватый оттеночек нанесем и я думаю можно сделать красивый бантик так давайте разбираться сначала его форму найдем здесь у нас была серединка на серединке мы пойдем в стороны бантик у нас такой состоит из четырех частей до сначала можно нарисовать его форму он чуть-чуть выходит у нас за границы подарка так еще в одну сторону добавляем ну и заодно форма можно уточнить если она была где-то не точная до до этого также ленточки рисуем потому что они тоже у нас ушли ленточку сбоку намечаю и видим мы еще одну снизу да вот так здесь не обязательно это делать уже с помощью наука можем взять карандашик по цвету ну конечно насыщенный какой-то красный будет очень хорошо давайте я попробую вот такой красный добавить это у меня крита color красный оттенок закрашиваем ленточки пока что вот так можно достаточно ровно не теряем просто контуры стараемся вот эти коричневые оставляем потом чуть-чуть добавим яркости где-то светлые участки еще где-то более темные и таким образом у нас он получится объемы вот такой закрасили весь бантик и ленточки возьму все таки где-то яркий красный для самых таких насыщенных участков особенно по серединкам также на ленточки добавлю и можно будет еще разочек его распределить получается мелок мы сейчас распределяем с помощью карандаша яркий цвет у нас получается и такое достаточно точное нанесение отлично для самых-самых таких плотных моментов можно взять даже черный потому что бант у нас контрастный все-таки да тени на нем тоже плотненькие довольно яркие и и и черный поможет как раз нам добиться вот этого контраста так так хорошо ну что везде где мы добавили с вами затемнение можно еще разочек пройтись красным чтобы чуть-чуть вот так смягчить вот так смягчить черные зоны так да ну вот уже он становится насыщеннее я смотрю просто какой красный сейчас у меня будет самым ярким а у конта кстати был он немножечко немножечко как бы посветлее сейчас попробую но на большой слой хуже конечно ложится хороший вариант будет снова чуть-чуть для осветления добавить яркого оранжевого и сейчас будем с вами брать какой-нибудь вроде розовенького либо бежевого либо даже желтого можно даже желтый наверное тот который нам даст такое самое сильное свечение но будет светлый например вот таким вот образом на ленту можно добавить светло-желтый это ставила чуть-чуть вот такие блики с ним выделить а получается он не будет данным давать какой-то очень желтый цвет потому что он работает уже по красному слою но все равно вот такие вот легенькие осветления он нам даст и нам нужно просто поставить активные блики для еще каких-то более ярких бликов можно даже взять белый и поставить ну уже вот так вот точечно да есть на нем фактура в виде полосочек полосочки наверное я не буду добавлять особо потому что форма очень небольшая сама по себе так ну что вроде хорошо чуть-чуть еще бы с черным либо с коричневым я сделала намек на контуры еще для контраста можно слегка здесь тени обозначить и сейчас самое время сделать длинные пушистые волоски на лапках те которые заходят на бантик уже да отлично что касается самой коробочки некоторые ее зоны я бы чуть-чуть еще осветлила капельку добавлю белого правый верхний уголочек в особенности ну и вообще можно где-то к уголкам рядом с бантиком будет хорошо выглядеть и достаточно ярко теперь нам остается доделать нижнюю зону давайте сделаем тень тень можно сделать с помощью темно-коричневого с которым мы работали получается сначала тень от задней лапы вот так ведем потом можно от подарка от хвоста и так далее поэтому сначала добавляю коричневый лучше довольно темный чтобы потом его можно было перемешать с синим можно заходить даже немножечко вот сюда на область хвостика так давайте теперь сделаем фон а потом уже будем доделывать наш пушистый хвост темно-синей вот так вот осторожненько добавляю на коричневый вот такие легкие складочки можно показать справа у нас особо темного цвета нет можно его не добавлять давайте возьмем такой нейтральный синий закрашу все вокруг хвоста потом возьмем поярче оттеночек также снизу справа он будет хорошо смотреться и в завершении можно взять уже яркий голубой вот так прям отдельными зонами его добавить и плюс также его можно на светлой области слева вот сюда так ну что все теперь нам есть что порастушевывать растушевочной палочкой вот так вот перемешиваем к хвостику подходим стараемся плюс-минус придерживаться складочек с растушевкой уже подходим там где у нас тени здесь здесь должен темно-синий перемешаться с коричневым чтобы тени не были очень холодными все равно чтобы там был такой коричневатый оттеночек так добавили теперь можно пройтись пальчиком сделать более такие мягкие переходики так и давайте давайте возьмем немножечко прям совсем светло-голубого с которым мы добавляли блики расставим светлые зоны еще разочек это будет уже такой завершающий этап для нашего фона растушевываем где-то помягче где-то больше оставляем светлого цвета так хорошо что теперь можно добавить немножко яркости на лапку да там где она ушла вот эта задняя лапка которая снизу так же чуть-чуть выделить коробочку более четкой ее сделать самые пушистые волоски на лапках на задней лапе точнее добавить и будем делать фон ой фон хвост такой большой что похож на фон беру оранжевый мелочек тот который довольно яркий и стараюсь по форме так вот заполнить наш хвостик он довольно обширный довольно пушистый поэтому можно такими смелыми широкими движениями так вот такой яркий хвост у нас получился его растушевали давайте чуть-чуть теперь теперь я добавлю затемнений с коричневым который более темный плюс находим самые плотные зоны затемняем тоже его можно чуть-чуть вот так вот растушевать и теперь уже можно более детально поработать над карандашиками сначала более хаотичные движения дальше нам нужно будет больше повторять фактуру шерсти мы видим что они длинные пушистые и они немножечко такие как будто пудрявые волоски давайте добавлю теперь оранжевый который будет поярче прям вот чтобы было больше желтенького такого оттеночка так еще кстати можно добавить вот такой брунзилл он светящийся это 75 оттеночек он прям более мягкий единственное он чуть-чуть уходит в такой розоватый цвет да но зато он дает красивое свечение его можно потом будет объединить вместе с желтым и тогда будет нужный нам именно рыжеватый оттенок волос не будет смотреться каким-то уж очень персиковым или розовым так серединку можно вот этого светлого побольше и красиво будет если такие кудрявые отдельные волоски они будут уходить вот сюда на участок тени и плюс чуть-чуть их извиваем чтобы они торчали в разные стороны и были вот такими кудрявыми так ну вот хвост становится уже более светлый видите прям такие яркие области он нам дает дальше можно взять желтый чтобы с розоватым вместе они дали нам близки к оранжевому оттеночек это светло-желтый стабило у меня серединке вот здесь сверху можно даже их чуть-чуть как будто так по закручивать чтобы более запутанная такая форма получилась так 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 отлично капельку чистым пальчиком смягчаем чтобы более такой мягенький хвостик получился и можно еще добавить оранжевого его прям вот так вот широкой стороной я добавляю потому что он довольно жесткий и если добавлять острой стороной то слишком такая вот не четкая линия точнее четкая но не сильно яркая линия получится поэтому все те оттеночки которые до этого присутствовали их мы и добавляем на хвостик так ну и по затемнениям чуть-чуть можно затемнить можно какой-то не сильно темный взять коричневый добавить тень слева на хвостике вывести коричневые волоски вот так вот вправо и можно будет еще какой-то оранжеватый взять можно поярче можно мелочек например добавить вот так вот сверху чтобы было больше свечения ну и конечно в серединку да где-то так вот такой вот яркий хвост получается сильно осветлять его не будем да наверное чтобы я еще добавила коричневым вот такие более плотные волоски более темные и где-то промежуточки которые пойдут уже слева так чуть-чуть смягчаю ну что давайте парочку таких удлиненных штрихов в серединку на хвост вот так чтобы они на лапку где-то попадали выходили сейчас таким завершающим этапом мы сможем добавить с вами усы усы у нас видны не супер четко да но все равно несколько их нужно наметить они часто идут довольно такие кудрявые у экзотов торчат в разные стороны такое тоже бывает и можно какие-то прям отдельные волоски вот так вот вывести а желательно чтобы линия конечно была тоненькая поэтому берите четкий карандашик чтобы давал яркую линию либо его прям хорошо хорошо заточить вот так вот еще парочку волосков главное не переборщите да очень аккуратненько добавляем то же самое можно будет какие-то волоски где бровки выделить и доделать например те которые на ушках можно выделить ушко чуть-чуть поярче добавить к нему парочку таких белых штрихов и наверх можно даже добавить еще наверное побольше оранжевого так чуть-чуть поярче так что сейчас проверяем можно будет фон при желании да где-то сгладить если нужно по краешку у меня по цвету он устраивает вполне а еще такой момент чтобы котик больше выделялся чуть-чуть почетче несколько таких линий делаем по силуэтику чтобы все-таки кот был светлее чем фоль так ну что отлично вот такой вот прекрасный котик у нас получился чудесная такая праздничная зарисовочка работу теперь можно подписать поэтому в правом нижнем уголке мы ее подписываем готово ну что красота у нас праздничная новогоднюю получилось спасибо большое за внимание надеюсь что вам понравилось рисовать вместе со мной ну а мы увидимся уже в следующем видео пока пока пока